Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это для сока Долго искал рецепт и оказалось, что для тыквенного эля сок не подходит Пиво должно пахнуть тыквенным пирогом А пирог получается от карамелизации сахаров в тыкве при запекании То есть вареная тыква нам не нужна Поэтому, так как печки у меня нету Долго думали, гадали, ломали голову Нашли решение, договорились с местным кафе Естественно, не бесплатно Вот, запекут они нам тыкву Параконвектоматик Короче, сложное название, еле выговорил Вот для первой партии у нас 70 килограмм тыквы Пойдет в духовку для запекания Именно для карамелизации Для лучшего насыщенного вкуса и цвета Еще 60 килограмм тыквы Пойдет чисто на сок Выдавим из него сок И добавим для плотности Ну, еще куча специй Я потом покажу Специи там Ого-го Завтра с утра нам будут их запекать Начинаем Вот так подготовлено, почищено Все, оно не высохнет Сейчас подготовим наши 70 килограмм И отвезем в кафе Вот такой получается авокадо переросток Красота Пахнет, конечно, обалденно А запекать тыкву мы будем не с тростниковым сахаром, как советуют А с настоящим кленовым сиропом Из штата Вермонт Самый лучший считается кленовый сироп в США Так что целый галлон у нас пойдет на запекание тыквы и карамелизации А второй галлон пойдет у нас чисто на брожение Чтобы добиться такого легкого древесного послевкусия У нас теперь Короче, будет шикарное Шикарное пиво Ну что, первые 10 литров нашего сока для уплотнения сусла готовы Готовы Померяем Плотность Пюре Подобная А плотность-то не особо Не особо плотность сильная 5% плотность у тыквенного сока Совсем Водичка Березовый сок Такой Ну, слегка сладковатый И его мы будем заливать на паузу осахаривания Чтобы крахмалистые вещества, которые там есть, осахарились Короче, будем запекать нашу тыкву По всем правилам и канонам Опасно подходить к девушке с таким топором Профессионально орудует Отлично А сиропчиком потом, да? Зальем Чуть позже Сейчас мы ее подпечем Чтобы она немного размякла Выпустила лишнюю воду свою И после этого обязательно зальем ее Мы там будем использовать целую кучу специй И мускатный орех, и душистый перец, и гвоздику, и имбирь То есть у нас будет и ваниль Купили ванильные палочки Дорогущие, зараза! Погласна Недавно сама покупала Игорю пришлось к таджикам в рабство сдать человека Два года прожил, чтобы скидку дали О, Игорь Специи привез А! А! Это что-то ты долго за ними ездил Э! Слышь, братан, ты что? Игорь? Послушай, я тебе специи купил, купил Что ты начинаешь? Я тебе скидку сделаю 12 человек, я теперь что? Ни хрена себе ты в банду внедрился, чтобы скидку получить Это моя семья теперь, я тебе говорю, я к ним поеду Они меня зовут Таджикистан Ну что, наша тыква уже пустила сок Можно посмотреть Уже аппетитный вид Сиропчикам Красота Она у нас стала красивой и карамельной Да Да Захотелось просто вот так Взять ее, нарубить вот так вот И кусками съесть Подождите, она запечется вот так, да Уже Не труднее вас остановить от этого желания А мы все в пиво Маньяки А что? Абратно Ураками как-то Оно даже звучит вкусно Карамелизированная, а запеченная тыква с карамелизированным кленовым сиропом Решили не сдирать корочку С корочки самый сок, самая карамелизация, самый вкус, запах Сама-сама-сама-сама, короче, самое лучшее Но Немножко Есть нюанс Слишком рано мы залили карамелью И карамель с соком Сироп Выпал Вылился На противень И сгорел Поэтому Вот Оксана говорит, что надо Правильнее сделать Запечь Практически до готовности И там сколько? Минут Десять? Ну, я думаю Минут за 15-20 до готовности полной Будем опыта Сейчас вторую партию мы уже Проэкспериментируем полностью Опыта Я думаю, второй вариант уже будет намного получше Так как в конце я помазала все-таки виновым сиропом И думаю, результат будет лучше В этом случае, да, конечно То есть, получается, надо Немного подгорел А точнее сильно Сильно подгорел, да Короче, получается, надо тыкву сначала запечь Практически до готовности И за 15-20 минут Залить сиропом И еще допечь Чтобы он немножечко начал Именно не сгорать А вот карамелизироваться И тогда его вытаскивать И в кастрюлю Вот достали наш уже готовый вариант А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а вместе со всем. Ну, вообще, да, правильно. Вообще, правильно. Я не могу, я хочу, хочу это попробовать. Ну и прямо с корочкой можно есть. Да. Прямо отлично идет. Оксаночка, огромное спасибо. Просто вы богиня. Спасибо. Я просто. Все это будем сейчас перелопачивать миксером и вносить на фильтрацию. Перчик душистый. Гвоздичка. Все немолотое, все целое. Корица цейлонская. В палочках. Мускатный орех целенький. Отлично. Отлично. Просто замечательно. И самое главное. Дорогущая зараза. Но оно перебивает здесь все. Пахнет исключительно палочками ванили. Запах. Запах божественный. Просто божественный. Имбирь. Имбирь. Отборный, идеальный. Имбирь просто, по-моему, Игорь сам выкапывал там на грядках. Все это будет в нашем идеальном пиве. Все разминаем в ступочке. Корицу, перец, гвоздичку, мускатный орех. Все это у нас пойдет за полчаса до конца на кипение. Так, специи наши помолоты. Полтора килограмма имбиря. Какой здесь запах. Вы просто, просто не представляете. Это у нас пойдет на кипение, на варку. Но самое главное у нас вот это дело. Ванильные палочки. Запах. Запах, конечно. Они на варку не пойдут. Они пойдут у нас на вторичное брожение. То есть, когда пиво у нас выбродит полностью, и мы зальем на, можно сказать, карбонизацию 4 литра кленового сиропа чистейшего и спиртовой экстракт ванильных палочек. То есть, за это время, вот где-то неделю, дней 10, пока сварим, оно будет бродить. За эти 10 дней у нас настоится наш ваниль. Вот в этой штучке. Это что, водка ведь еще? Обижаешь, как и Булгакова. Обижаете, королева. Это чистый спирт. Вот такую тару возьмем. Аутентичную. Отличные, ровные палочки. Пахнут великолепно. Сейчас мы их... Наш спиртовой раствор. Даже не спиртовой раствор, а чистый спирт. Закинем на карбонизацию. Чтобы дрожжи не поиздевались над нашей ванилью. Не трансформировали запахи. Сделаем так, чтобы выбродит полностью. И на карбонизацию, чисто на кленовом сиропе. Оно карбонизируется. Останется запах, прекрасный запах ванили. И легкие древесные тона кленового сиропа. Как сладко рассказывают. Прямо самому уже хочется. Но за недельку настоится. Будет чудесно. Ванилинка, да? Полчаса до конца варки. Закидываем наш очередной хмель. Не-не-не-не-не-не. Не иди, не иди. Стоять. Назад. Назад. Пожалуйста, назад. Черт, апротоплазма. И закидываем сразу наши специи. Но специи закидываем в мешочек. вот такой у меня есть красивый красивый мешочек мы его закинем туда потому что вот эти вот дрова будут плавать постоянно и забивать наш теплообменник 10 минут до конца у нас последний хмель пошел то это будет такое непонятно я козь бимба буду закончили 14 часов такая варка тяжеловато под конец фильтрация такая тяжелая получилась вот перекачали в цк т все нормально я думаю но того стоило пахнет великолепно замерим нашу плотность 16 процентов будем считать это очень отлично я примерно так планировал дрожжи буду использовать вот такие в принципе можно выбирать любые с нейтральным профилем поскольку здесь своих специй выше головы они не должны дрожжи не должны забивать своими эфирами ничего то есть любые дрожжи и левые с нейтральным или слабым ароматическим профилем абсолютно подойдут ну и я выбрал вот эти они не сильно такие выбраживающие то есть оставляют и тело вот и не забивают своей ароматикой все те вкусняхи которые у нас здесь есть пахнет дух компот сладючий сладючий капец у мощная штука будет а мы еще туда 4 литра сиропа кленового долбанем будет 17 процентов я думаю настоящее осеннее и после вкусе тыквенного пирога таков бродит просто замечательно запах папиловарни непередаваемый заходишь дверь открываешь и такой кондитерский цех какая-то пекарня с какими-то пирожками булочками вот невероятно классный запах это еще нет ванили ну и замеряем плотность что у нас там за пять дней бродила при 22 23 градусах да что же это творится все лучше и лучше становится просто шесть шесть с половиной практически 10 процентов у нас выбродило за пять дней десять девять с половиной процентов выбродила уже остались понты уже завтра завтра послезавтра наверно залью сироп и ваниль и зашпунтую ну запах шикардос седьмой день брожения и мы замеряем нашу плотность пять с половиной процентов пахнет супер уже сладости нету самое время добавлять наш кленовый сироп и ванилиновую водку боже мой что за запах это это невероятно супер запах супер добавляем сироп экстракт ванили шпунтуем и думаю недельки через две будет самое то свет друзья ну что у нас горбузятка нас созрел ай какой красивый цвет насыщенный мощный запах уже сюда идет как только открыли бутылку с такой запах просто обалдеть просто просто слюни текут не может только открыл бутылку уже слюни потекли я молчал потому что звук звук на короче короче тут не передать словами ребятушки запах это обалдеть это обалдеть запах такой мощный пирог какой-то насыщенный такой сдоба какая-то а я где-то в альпах я где-то уже в альпах надо пробовать да ну хотелось бы если честно ну что попробуй с хэллоуином ммм 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 Виктор это очень вкусно это не передаваемо вкусно это очень вкусно я всегда в шоке был Знаешь, когда люди там в некоторых пабах подают пироженца под пиво, я не понимаю, почему надо пироженца. Вообще, просто кусок пирога, да, такого мощного, сочного пирога, прямо вот в бокале. Очень вкусно. Такая паприка. Какая паприка? Ну, в смысле, вот приправки. Я крутой, блин. Хабалка. Не кидали паприка. Не-не-не, я не в этом. Знаешь, почему-то напоминает мне старую добрую Англию. Англию? О чем гляну? Да, Англию. Грок, тыквенный пирог, Шерлок Омс, доктор Матеву Атон. Тебя в классику внесло. Ага. Ну, нет, закрываясь глаза, так, знаешь, такой вот камин, идет грок, такой, знаешь, пунш, такой насыщенный со специями и туманная серая погода. Ты прости, но сейчас будет прикол. Камин. Камин. Будет у нас теперь камин. Вот так вот камин. Почти Full HD камин. Full HD. Да я тебе говорю, попробуй, закрой глаза, вот, насладись. Тебя уйдет просто вот туда, в Англию. Ну, давай попробуем. Черт, это болото. Куда меня нахер занесло? Сейчас бы горячего глинтвенчика или старого доброго Эля на худой конец. Что же у нас тут? Что за вас тут? Пожди. Спокуха! Эй! Что, просто кто? Ватсон, черт возьми, какого лешевого сюда понесло? Это еще во время Хэллоуина. Холл, душище, это вы. Что за шутки, Холл? Такой Холл, ты что? Сорян. Что ты туда добавлял вообще? Что это? Какие-то специи странные. Ты меня такой рынок отправил тогда. Хорошие специи. Не, классные специи. Мощная, мощная вещь. Запах можно просто наслаждаться, пить наслаждаться. Тело такое мощное, такое маслянисто, густое, да, вот, чувствуется. Обалдеть. 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 Нет, такое густое, карамельное, насыщенное. Вот, как, правда, пирог какой-то. Нет, супер. Обалденный вектор. Думаю, рецепт просто шикарный. Поэтому, я думаю... Ну, слочный продукт. Сложный продукт. Сложный. Сложный продукт. Очень. Я, честно, я его в категорию на первом месте пока закидываю из наших... Ну, по тяжести производства, конечно, на первом месте такой тяжелый. Если правильно все. Ну, если правильно все. А у нас по-другому не получается. Поэтому он сложный. Сложный, тяжелый, но он того стоит. Он того стоит. Да, он отличный. Ароматный, свежий, приятный, вкусный, теплый, согревающий. Ну, вообще, обалдеть. Супер, супер, супер. Не передавая. Кто начинает познавать пиво с разных сторон, это... Мне кажется, пока что на первом месте. Классный, сезонный продукт. Очень сезонный продукт, такой симпатичный. Рецепт к употреблению рекомендую. Плохого не посоветую. Так что, делайте пиво с нами, делайте лучше нас. Ну, как всегда. Все, удачи. Удачки. Субтитры подогнал «Симон»!